И вот, дамы и господа, еще один нюанс про нашу, так называемую, кошачью лапку, лапу леопарда, да? Когда она, внимание, вот, собственно, превращается в шестеренку, то есть она начинает ходить вот так, или вот так, в обратную сторону, да? Чтобы вам понять, как это движение правильно сделать, попробуйте сделать пальцами, то есть они не вот так, не вот так идут, да, руки, а именно пальчиками вот по очереди. Вот смотрите, на открытых пальцах показываю, вот так загнулись, вот так, вот так, вот так, потренируйтесь с открытыми пальцами, это сделать, а теперь с формированными лапками. Вот еще раз показываю, вот так, именно пальцы ходят, а теперь вот эти лапки, да, 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 правильно получается. Вот, эти вот такие вот шестеренки мы используем на тех местах, где удобно сделать такой большой округлый захват, вот здесь вот такие большие мышцы, да, вот тут вот, да, да, вот так, раз, 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 по кругу, видите, какой-то, или с этой стороны, вот так вот. Или где-то еще захват можно сделать, вот здесь вот, да, так, раз, 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 или вот здесь, раз, раз, вот эти мышцы ключа также можно захватить. То есть используем вот на таких вот участках. Далее будем работать, ну, со стороны шеи, да, так же будем делать шестеринки. Вот так вот эта мышца захватывает и поработала всеми костяшками пальцев. Вот такой новый приемчик я вам сейчас рассказал, а в следующем видеоролике расскажу еще кое-что интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!